Итак, начнем с каталога. Главный тезис – показать дорогу нашему пользователю до товара, который его интересует. Сейчас первое правило, мы начинаем обсуждать их. Каталог должен быть на главной странице. Сейчас все труднее и труднее найти интернет-магазины, у которых на первой странице не каталог, а рассказ о том, какой интересный интернет-магазин, здесь SEO-шные тексты относительно большого ассортимента телевизоров в нашем магазине, рассказ про то, в какое время мы принимаем заказы, когда мы их доставляем. Это все очень здорово, но такая страница, поверьте мне, пока только на слово, такая страница потеряет около 90% посетителей, которые перейдут на нее. 10% самых замотивированных и которых не отпугнет этот текст, наверное, кликнут в ссылочку, которая называется самым неопределенным образом. Она называется «Продукты». Продукты и телевизоры в русской семантике – это не одно и то же. Поэтому догадаться, что именно здесь человека ждет вот этот самый широкий ассортимент телевизоров, довольно сложно. Не надо делать таких ссылок, нужно сразу выводить эти телевизоры на экран. Другой пример, который Настя предложила обсудить, но похожая абсолютно ситуация. Продаются плазменные телевизоры, опять SEO-шный текст. А где каталог? Настя, где каталог? Нет, собственно, еще один интернет-магазин, где нет каталога. А где он? В меню. В меню, вот в этом верхнем, давайте прочитаем, здесь написано «Новости», «Магазин», «Форум», «Тесты», «Советы», «Мультфильмы», «Инфобарахолка». Во что нужно кликнуть, чтобы увидеть каталог? Ну, там нет целый каталог, там второй нет. А, интернет-магазин? В общем… Магазин, там есть ссылка, называется «Магазин». А, вот, если кликнуть по магазину, то там будет уже нормальный каталог и даже товар на главной странице. Но проблема в том, что из Яндекса мы попадаем именно сюда. Понятно, оптимизировали эту страницу, и Яндекс ее проиндексировал и выводит как главную. А на самом деле главной страницей является ссылка, которая тоже называется «Неопределенно». В предыдущем варианте это была ссылка «Продукты», теперь эта ссылка называется «Магазин». Какие ожидания могут быть у нашего пользователя? Ну, я бы, например, ожидал бы, что там будет карта, когда ехать до их магазина. У тебя какие? Я просто хотела сказать, что эта ссылка открылась по поиску плазменной панели. Представляете, вот, человек ищет красивую, большую плазменную панель, и он попадает на такую страницу. Да. Это очень плохо, поэтому мы рекомендуем всем, чтобы на главной странице был каталог. Ну, вот, этот пример ты добавил, это сайт одного из наших слушателей. Прокомментируй, пожалуйста, его. Я его добавила с тем, чтобы мы смогли его обсудить здесь, чтобы Дмитрий высказал свое мнение. Нет, имеется в виду… Нет, 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 просто мне показался очень интересный пример. Каталог здесь есть, причем очень красивый. Если переключим на следующий слайд, вот, как бы, да, примерно так происходит. Сначала видим что-то одно, потом страница меняется, мы видим там уже другой раздел каталога. Под разделы перечислены. Такая большая, красивая картинка. Соответствует ли рекомендации каталог на главную страницу поместить? То есть, так удобно для пользователей или не совсем? Значит, кажется, я могу ошибаться, но кажется, что… Не, нет, я точно не ошибаюсь. Я увидел подтверждение своей мысли. Этот интернет-магазин продает профессиональное оборудование. Здесь написано оборудование для кафе, баров и ресторанов. Профессиональный покупатель отличается от обывателя тем, что приблизительно понимает, что хочет. Его уровень подготовленности несколько больше, чем у обывателя. Если обывателя нужно брать на вау-эффекте, то кажется, что профессионалу нужно давать другие ориентиры. То есть, например, емкость, производительность этой техники, срок службы, потому что он собирается зарабатывать на ней деньги. И у него вполне конкретный бар или ресторан, и место под стойкой барной определено. Поэтому впечатление такое, что стоило было показать вариативность товаров, которые у нас есть, а здесь потратили силы на то, чтобы придать этому вау-эффект и пингвинчик, и мороженое, и вишенка замороженная, кубики льда. При этом, что должно быть кликабельным? Настя, ты пробовала кликнуть в страницу этого сайта? Что кликабельно на этом сайте? Ну, вот эти вот подразделы, и чтобы поменять раздел каталога, вот вокруг этой синей кнопки, которая на самом деле не кнопка. Пингвинчика можно кликнуть? Я не помню, по-моему, нет. По-моему, вруска. Понятно. Но мы смотрели, ведь пример со спортмастером, и видели, как человеку увлекают красивые картинки. И поэтому человек точно потратит время на разглядывание мороженого, у него, может быть, потекут слюнки. Пингвинчик, возможно, он захочет покормить рыбкой. Ну, и это все прекрасные чувства, но я не очень понимаю, насколько они повышают наши продажи. При этом, ключевая, как мне кажется, кнопка на этом экране, она сделана не очень похожей на кнопку. Вот здесь написано «от 600 рублей», и рядом пролистывалки. Выглядит очень интересно. Она выглядит то ли стеклянной, то ли замороженным соком. Но только нет, мы говорили про affordance, говорили мы на прошлом семинаре. Нет, это мы с тобой про психологию рассказывали неделю назад. На этой странице не очень видны возможности. То есть, значительно лучше добавить сюда ссылку говорящую. Просмотреть все товары данной категории. Например, узнаваемость и понимание смысла этой ссылки значительно будет больше, чем у этой кнопки, которая на кнопку сильно не похожа. Правда? Почему? Она наоборот похожа. Ну, я не знаю, я затрудняюсь сказать, что это за ремонт-правлением. Похожа на кнопку. Похожа на кнопку. А, она еще, то есть, она кнопкой не является. Но мое внимание, как она привлекла, я все-таки подумал, что она кнопка, хотя недостаточно наглядная. Но зато здорово. То есть, выглядит очень красиво. Это следует признать, вопрос у меня по красоте. Но помогает ли красота продавать здесь, я пока не очень понимаю. Ну, что ж, если каталог есть у нас, то есть, мы договорились, что он должен быть на главной странице, то вопрос возникает следующий. Это категоризация. Вот пример с сайта Allsoft. Сайт продает программное обеспечение. И мы видим, на главной странице каталог представлен вот таким списком. Он не отсортирован по алфавиту. И в нем есть непонятные слова. Например, вы видите здесь стиль жизни. Какие у вас ожидания возникают, когда вам предлагают купить программы из категории стиль жизни? Настя, у тебя есть какие-то идеи? Я просто уже знаю, что там примерно. Ну, хорошо, расскажи нам, что там находится. Там, да, вот сложный вопрос. Какие-то, ладно, я не могу рассказать. Ты все забыла, да? Нет, у меня какое-то некое ощущение, что там какие-то полезные программы, причем такого не рабочего назначения, а так какая-то, ну, мишура. Например, моделирование причесок. Возможно. Или гороскопы. Наверное. Я тоже анализировал сайты софта. Там лежат именно вот такие вещи, которые ни во что-то другое не укладываются, но названы не очень понятным образом. Если мы откроем уже внутренний, расширенный, то есть нажмем на ссылку подробнее, то мы получаем страницу более раскрытую. И здесь посмотрите, какая, в чем разница. Вот мы только что придирались к заголовку стиль жизни, сам по себе он непонятен. Но в раскрытом виде мы видим, что здесь есть магия, гадания, астрология, кулинария, сад и огород, психология, тесты, культура, искусство, хобби. Становится чуть более понятно, правда? Поэтому кажется, что более формирующим, формирующим более правильные ожидания является вот такая форма представления каталога, нежели вот эта свернутая. Один, наверное, недостаток у такого экрана. Он выглядит совсем непривлекательно. Очень много букв. Очень много. Боюсь, что их все читать не будут вот именно подряд. Как можно было бы разнообразить это представление? Что ты об этом думаешь? Разнообразить? Ну, вообще-то надо просто хотя бы удобство чтения. Делать что-то, чтобы людям было удобно читать. Но еще нужно их замотивировать читать. Как бы мы могли их замотивировать читать? Картинки, конечно, это очень простое решение. В нашей презентации мало текста, но много картинок. Даже там, где нам нечего было вставить, то мы все равно добавляли картинки, потому что они повышают, не знаю, повышают открытость, расширяют внимание человека. Они наполняют его жизнь какими-то впечатлениями. Если бы мы у этих категорий поставили бы какие-то интересные пиктограммы, то мы бы разнообразили его, страница не перестала бы выглядеть слепой. Слепой в смысле нечитабельной. Ну хорошо, пойдем дальше. Вот пример с сайта SoftKey. Как вы думаете, где стоит найти Касперский Mobile Security? С нами присутствует у нас, как всегда, Ольга из SPB Software House. Они занимаются разработкой всяких мобильных апплетов для Windows Mobile. Касперский, конечно, это другая компания, но вот где-то что-то схожее. Где нам искать программу для мобильного телефона? На выбор предлагается антивирусная защита, программы для карманных ПК. ПК как расшифровывается? Персональный компьютер для карманных персональных компьютеров. И есть еще категория, которая называется безопасность. Как вы думаете, где находится сейчас Касперский Mobile Security? Ну, вы не можете мне ответить на мой вопрос, но я поэтому раскрываю все карты. Касперский Mobile Security находится везде. Он находится во всех трех категориях, и это правильно, потому что человек может начать поиск с любой из них. Его представление об интернете, о продукте, который он ищет, может формироваться любым из этих слов. Либо антивирус, либо программы для КПК, либо слова безопасность. Проблема только состоит в том, что на категориях второго уровня мы не видим, куда нам кликнуть дальше, чтобы увидеть именно эту программу. В антивирусах мы видим домашние пользователи, рабочие станции, защита почтовых серверов. Явно не подходит для того, чтобы защитить свои карманы. Защита файловых серверов, комплексные продукты. В какой категории лежит антивирус для КПК, неясно. Явно ни в какой. На самом деле он просто лежит в корне. В случае, когда разбивка идет по операционкам, куда кликнуть, не сразу понятно. Но, наверное, я бы кликнул Windows Mobile, потому что Windows Mobile – это операционка, на которой чаще всего работают карманные компьютеры. И, наверное, я бы туда продвинулся. В безопасности же есть много слов, которые никак не связаны с целью моего движения резервное копирование, защиты данных. Одним словом, это все к тому, что наш тезис, который был на первом слайде про каталоги «Покажите путь» здесь не реализован. То есть, как бы правильно сделали, что есть несколько дверей, которые ведут к этому пути, но дальше тропинка не очень понятная. Куда вильнуть, на что нажать. То есть, вопрос следующего клика остается открытым. Куда кликнуть следующим образом? Ну, раз мы стали рассматривать сайт «Софткей», то еще один пример отсюда же. Если у вас есть каталог, если он есть на первой странице, то давайте он будет единообразным везде. Везде, где только существует это представление. В данном случае, не знаю, как бы в связи с чем, здесь у нас, видите, страничка, которая называется «Каталог», а здесь страничка, которая называется «Категории каталога». Лежит в них одно и то же. Но представлены они совершенно по-разному. Ну, как бы сказать, совершенно. Есть, по крайней мере, один и тот же порядок, но здесь две колонки. И какое отличие у этого экрана, который мы справа видим, под категорией «Раскрыты». То есть, есть возможность сразу проникнуть на уровень глубже. Настя, тебе как кажется, ты бы за какой голосовала вариант? За левый или правый? Какой, по-твоему, более эффективный? Ну, не знаю, чисто визуально, мне приятнее дело, потому что она больше свободного пространства. Но чтобы понять, что уже внутри категории, наверное, правый подействует. То есть, если бы правым мы добавили бы некой большей структурированности, то ты бы выбрала, наверное, правый. Наверное, да. Зависит просто от товара. Насколько я понимаю, что внутри категории может быть. На мой взгляд, здесь нарушается некий ряд. То есть, то, что тебя привлекло в левом экране, это то, что абсолютно понятная читаемая структура. Интервалы между строками приблизительно одинаковые. Они хорошо выстроены вдоль одной линии. Эта линия тоже читается. А вот в этом случае интервалы разные, потому что то есть под категории, то их нет. Например, «Говорящая книга» нет под категории. И, опять же, слишком творческое название. Что такое «Говорящая книга»? Это аудиокнига, имеется в виду. Ну, это, допустим, если бы вывели бы жанры этих книг, то, возможно, я понял бы лучше, что такое «Говорящая книга». А то, может быть, это такая программка, которая болтает безумно. «Птица Говорун», «Книга Говорун». Ну, так вот, если бы мы здесь выдержали общую структуру, общую ритмику представления этого материала, то, безусловно, можно было бы добиться того, что она читалась бы лучше. Тогда мы бы получили двойной эффект. С одной стороны, пиктограммы, которые позволяют более-менее быстро ориентироваться в общей массе букв. Каталогов и поясняющие программы, если бы под офисными программами были бы слова там, не знаю, Word, Excel и что там еще лежит, я не знаю, пока не могу догадываться по этому названию, то, естественно, понимаемость, понятность этой рубрики была бы повыше. Еще один пример с единообразием представлений, по-моему, это опять AllSoft. На одном и том же сайте есть вот два, можно найти таких два фрагмента, которые представляют каталог по-разному. Что тебе здесь больше нравится? Ну, какие ты видишь отличия? Отличия? Ну, нижний вариант, опять же, более структурирован визуально. Я пока еще не вчиталась, поэтому больше ничего сказать не могу. Он визуально более структурирован, потому что они выстроены в столбике. И ты можешь сканировать взглядом, вычитывая только начальные буквы. Это облегчает тебе ориентацию в каталоге. То есть ты начала читать менеджер. Это, предположим, не соответствует никаким твоим ожиданиям. Ты пропускаешь теперь мобил, ньюс-ридеры, общение. Ну, и в один момент, возможно, ты находишь что-то, что тебя возбуждает на следующее действие. То есть ты совершаешь клик. А в верхнем варианте проблема в том, что он выглядит компактнее. Тот же самый материал вроде бы, тот же ли. Представлен вроде бы плотнее. Но теперь уже у тебя нет шансов сократить время. Ты должна, если ты хочешь найти что-то нужное, ты должна построчно читать весь этот материал, в том числе те вещи, которые тебя не интересуют. По-моему, такая же проблема с текстами. То есть не только с каталогами на многих интернет-магазинах, что иногда пишут о том, какие у нас замечательные товары, очень длинный текст. Можно было бы просто список преимуществ товаров на нашем интернет-магазине. Да. Никто не хочет читать. Но наш тезис здесь был не про чтение, хотя это очень важно, что мы это отметили. Наш тезис был про то, что давайте представлять его единообразно. Потому что в чем ведь смысл этого единообразия, подчеркну это слово? В том, что один раз приучив пользователя к какому-то отображению, мы второй раз не заставляем его учиться. Мы не растягиваем время ориентировочных ориентаций в пространстве. Он увидит, я это знаю. И если он начнет, например, перебирать их и перебирать пункты, то он знает, сколько он уже просмотрел. Он как бы запоминает свою позицию в нем. А когда мы все время чуть-чуть трансформируем его, мы лишаем пользователя возможности быстрой ориентации и управления своим поведением. Пойдем дальше. Какие возможны способы классификации товаров в каталоге? Ну, давайте посмотрим, как выбирают пользователи. Пользователи выбирают в зависимости от того, какая специфика у нашего товара и насколько они подготовлены. Ну, давайте начнем с последнего. Насколько подготовлен? Я сегодня эту тему уже затрагивал. Профессиональные потребители, сейчас я не имею в виду профессиональные покупатели, а те, кто покупают товар для профессиональных нужд. Уровень их подготовленности значительно выше, чем у обывателя. То есть, если у обывателя мы часто формируем потребность, мы должны, как бы сказать, вывести товар из неизвестности, рассказать ему про то, что вообще он существует и теперь можно какую-то потребность реализовывать по-новому, то для профессионального покупателя у него уже есть потребность. Нужно ему дать быстрый способ нахождения предмета и не столько его рекламируя, сколько раскрывая его характеристики, чтобы можно было подобрать. Тогда пример, а теперь специфику товара, как мы могли бы пояснить. Ну, посмотрите, например, мы делаем интернет-магазин модной одежды. Есть ли вопросы, как нужно категоризировать товар? Ну, можно было бы разбросать, вот здесь рубашки, здесь брюки, здесь ремни. Но, скорее всего, более действенным, если это магазин модной одежды, будет каталогизация по бренду, по тому кутюрье, который это сделал. Потому что, если человек приверженец Versace или Dolce & Gabbana, то, возможно, он будет набирать комплекты. Не только брюки, но и ремень к ним и рубашку под нее. Правильно? Скажи мне, я никогда не покупаю модную одежду. Ну, в интернет-магазине я тоже ее обычно не покупаю. Мне кажется, что как раз речь о подготовленности. То есть, если мы уже, если девушка, например, молодой человек уже знает, какой бренд они предпочитают, то, конечно, тогда этот каталог сыграет свою роль. А если есть потребность в конкретном предмете одежды, то, конечно, они будут смотреть по предмету. Но здесь мы затрагиваем немножечко уже другую тему, что на самом деле оснований может быть несколько. Да. И оснований может быть несколько, и они перечислены на... Мы прошли первый пункт, а на втором пункте мы можем разделять по брендам. Это мы как раз только что затронули. Мы можем разделять по назначениям и особенностям использования. Что такое по назначению? Ну, в принципе, не буду мучить себя непонятным вопросом. На софткее были, помнишь, или на олсофте стиль жизни. Вот такое назначение. Не очень понятно. А вот если бы мы видеокамеры продавали, то можно было бы сказать, что есть видеокамеры для подводной съемки, есть видеокамеры для комнатного освещения и так далее. Попробовать так их разделить. Или для карманного... Ну, это же компьютеры. Есть настольные, есть карманные, есть, как это сказать, внутрисумочные. Это ноутбуки, которые в карман не помещаются, но и на столе. Они слишком маленькие для стола. А что такое особенности использования? Особенности использования, это как раз, наверное, разделение по профессиональной и любительской технике или товарам. То есть, как электропилы или бензопилы. Есть ведь разница, да? Для тебя, неподготовленного человека, но если ты в лесу режешь, вспиливаешь деревья, то с электричеством у тебя будет проблема. Тебе придется тащить электрогенератор с собой или очень длинный капель километра на два. Поэтому в зависимости от того, где ты работаешь, на стройке, где есть электричество или в лесу, тебе и придется выбирать товар. Значит, и то, и другое, и третье, это точки входа в каталог. Разные двери в одни и те же комнаты. Но, входя через двери, выбирая дверь, заходить через бренд или через назначение товара или через особенности его использования, у человека формируется ожидание. И он входит в определенный режим поиска идентификации товара. Еще просто хочу отметить, что главное, чтобы надписи на этих дверях были понятны пользователем. Потому что самое главное правило это сделать раздел каталога, назвать их так, чтобы человек понял, что за ними находишься. сейчас мы об этом тоже скажем. И обязательная вещь, мы ее хвалили, когда разглядывали сайт софтки, то, что должны быть кросс-ссылки. То есть, один и тот же товар должен находиться во всех ветках каталога, к которым он имеет отношение. То есть, например, туалетная бумага на комусе, это мой пример, мы обязательно сегодня затронем, должно быть возможным найти и через слова бумага, и через слова, не знаю, как это хозяйственные товары. Есть предметы, которые можно отнести ко многим категориям, и пусть они будут отнесены ко многим. Здесь не нужно следовать какому-то такому принципу формальной логики, что товар должен находиться только в одном месте. Потому что пользователи наши очень разные, и заходя на наш ресурс с разным представлением о том, что они ищут, они могут найти ваш товар из разных мест.